Дорогие товарищи, как я рад вас видеть в этом зале. Я что-то так редко выступаю, особенно в последний год, когда никому нигде нельзя было выступать. Но тут мне посчастливилось. 3 апреля я выступал в ЦАПе. У меня был там большой концерт, вообще 3 часа. Я даже не ожидал. И вот сегодня, наконец, я смотрю столько чудесных лиц, столько прелестных глаз. Ох, как хорошо. И я с большим удовольствием хочу вам сегодня спеть. Сегодня прозвучат не только давно известные песни, но и новые, которые еще никто нигде не слышал. Но я очень хотел к этому концерту выбрать из своего творчества. Вот, на мой взгляд, и на взгляд, мы любим жены Танечки, самые лучшие свои песни. Ну, «Раз речард» у нас сегодня называется «Я сегодня в дождь», то с этой песни я и начну. Автор стихов Виктор Михайлович Гончаров. Это чудесный поэт, с которым мы познакомились. После того, как эта песня уже была, а когда он выступал на разных своих концертах поэтических, то его все время спрашивали, а ведь, наверное, у вас же тихие же песни есть. А он никак не мог услышать. И вдруг вот мы с ним познакомились и стали вместе сотрудничать. И у нас написали вместе полтора десятка песен. Некоторые из них я сегодня тоже спою. Песни «Я сегодня в дождь» Виктор Михайлович Гончаров. Я сегодня дождь, пойду бродить по крышам, Буйствовать, панели полыскать. В трубах тарахтеть и никого не слышать, И никому ни в чем не уступать. В трубах тарахтеть и никого не слышать, И никому ни в чем не уступать. Я сегодня буду самым смелым, Самым робким, буду сам собой. Разноцветным, синим, рыжим, белым, Радуга открывшим под рекой. Разноцветным, синим, рыжим, белым, Радуга открывшим под рекой. Я сегодня дождь, и я ее поймаю, Зацелую, золотую, прячь. Захочу до самого трамвая, Буду платье фонд прижимать. Захочу до самого трамвая, Буду платье фонд прижимать. Я сегодня дождь, уйду по ход кывалкой, Перестану, стану высокой. А на утро свежие пиалки Кто-то ей положит на кровать. А на утро свежие пиалки Кто-то ей положит на кровать. Следующую песню я хочу спеть тоже на стихе лица Михайловича Кончарова. Без таких песен я просто не мыслю. Своё творчество, песня. Она о любви к нашей Родине. Вот не скажу государству, но к Родине. Отец мой все время служил в пограничных войсках. Войну он окончил в Праге в 1945 году. Потом его направили во Львов на борьбу с бендеровцами. Потом на Кольский полуостров. Он там в пограничниках служил. Потом на Сахалин отправили. В общем, мы с ним попутешествовали по всей стране. И от этой вот жизни, которая каждые три года меняла наше географическое положение, мне так полюбились эти путешествия, эти все новые места. Главное, каждое из этих мест бесконечно красивое. И вот я хочу спеть песню на стихе Виктора Михайловича Кончарова «Родная Россия». Посмотрите вокруг эти веки и горы, Города и поселки, леса и моря. Посмотрите вокруг, это наши просторы, Это наша на боли, родная земля. Посмотрите вокруг, это наши просторы, Это наша на боли, родная земля. С ней связано все, то, что было и будет, Что с рождения навечно даровано нам. Все, что в душах людских будоражит и будет, Радность тихой любви со слезой по малам. Это та страна, что не терпит насилия, Это родина в югах рожденных солдат. Россия, Россия, родная Россия, Под снегами твоими герои лежат. Россия, Россия, родная Россия, Под снегами твоими герои лежат. Пусть в душе моей все будет так же непросто, Но вольготно, как в Волга, Спокойно, как в дом. Пусть во мне запоет, Затаскует березка, Зашумит, заколдует, Раскидистый плен. Пусть во мне запоет, Затаскует березка, Зашумит, заколдует, Раскидистый плен. Посмотрите вокруг, Идики, и горы, Города и поселки, Леса и моря. Посмотрите вокруг, Это наши просторы, Это наша домоль, Родная земля. Посмотрите вокруг, Это наши просторы, Это наша навеки Родная земля. Среди моих друзей и поэтов Есть один очень замечательный поэт Иосиф Робинович, Он чудесный человек. Он после окончания физтеха Занялся изучением, Ну, он много работал в обороны промышленности, Но, тем не менее, Его всегда интересовали приключения. И он занимался изучением полярных конвоев. Даже фильм про полярные конвои был. И он еще организовал с помощью корабля Академии наук экспедицию На место гибели Челюскина. Вот, они пришли туда, Достали кусок корабля, Его оторвали от борта, Отправили в Данию, Поскольку это был действительно датский корабль Постройки в Дании. Там подтвердили, что это Челюскин. И они сделали прекрасный фото И кинообзор по этой экспедиции, По всей истории Челюскина К этому фильму, Автором которого был Иосиф Робинович, Я написал три песни. Вот, и что-то я из этих песен спою. А вот одна песня, Которая также связана Вот с нашими родными просторами, С Дальним Востоком, На его стихе хочу петь. Называется «Очень Дальний Восток». Это мной уже пройденный Очень Дальний Восток, Ах, немеренной Родины Самый крайний кусок, Где над волнами синими Птички песни звеня Ты встаёшь над Россией Утром нового дня. Комсомольск, Петропавловск, Аха, Магадан и находка, Пусть прожил ты всё это, Проплыл, пролетел, прошатал, Но покуда не видел Ты скалы и берег Чукотки, То на Дальнем Востоке Считай, что ещё не бывал И лишь месяц в году Одевается дубра цветами Где берёзы и ивы На голову ниже грибов, Где растёт голубика, Как ситый ковёр под ногами, Где мужчины, как встарь, Карпуном забывают киртов. Это мной уже пройденный Очень Дальний Восток, Ах, немеренной Родины Самый крайний кусок, Где над волнами синими Птичьи песни звенят. Ты встаёшь над Россией Утром нового дня. Там тяжёлую лапой Бьют лоснящихся жирных тленей Желтоватые мишки У кромки лилового льда Мягким завжевым рогом Круг полярный Падают олени И в собачьих глазах Голубая заслыла вода. Вечный путь Надо мной Словно спепельский Мозг и байдары И в полярной ночи Бой голодных полярных волков Как одесский привоз Гомонящие птичьи Позоры И евражки У нор Стерекутся Облезлых песцов. Это Мною же Пройденный Очень Дальний Восток, Ах, немеренной Родины Самый славный кусок, Где Над волнами Синими Птичьи Песни звенят. Ты Встаешь Да в России Утро Нового дня Спит Россия В ночи Спит Россия Тревожно и сладко Злые С полохов Флаги Над нею Как полок Дрожат Спит Россия В ночи Как наклык Обержись на Копчатку И во сне Улыбаясь Чукотской Уборной Моржа Это Мною же Пройденный Очень Дальний Восток, Ах, немеренной Родины Самый славный Кусок, Где Над Волнами Синими Птичьи Песни Звенят Ты Встаешь Над Россией Утро Нового дня Где Над Волнами Синими Птичьи Песни Звенят Ты Встаешь Над Россией Утро Нового дня Браво! Кстати, тут, оказывается, есть такая интересная радиостанция, называется, 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 авторское радио, они там крутят песни парков, я случайно про это дело узнал, послал туда, к своей песне, вот, они пришлись им по душе, и теперь они мне сообщили, что мало того, что мои песни там в постоянной ротации, среди многих других песен, Но каждый день, в 15 часов 10 минут, по окончании какой-то очередной песни, звучит какая-то из моих присланных туда песен, так что вы можете себе заметить, в 15 часов 10 минут поймать это авторское радио и послушать, чего я там с ним спел Следующий потрясающий поэт, которого я очень люблю, с ним я дружил, вместе бывали друг у друга в гостях, вместе выступали, это потрясающий поэт Николай Иванович Тряпкин Какой же прекрасный был поэт, он по состоянию дороги на фронт ее не взяли, и он уехал в колхоз на север, и там он для себя открыл такие красоты, вот этих вот северных мест, и звучание местное, местное, своеобразное звучание, наречия местных людей, его так заколдовало, И вот он там начал писать свои стихи И вот сейчас объявлен конкурс, всероссийский конкурс чтецов поэзии Николая Ивановича Тряпкина Любой из вас может поучаствовать в этом конкурсе До 1 мая надо туда отправить свое прочтение стиха или исполнение песни на стихи Николая Ивановича Вы записываете себя на планшет в формате MP4, чтобы вас было видно, как исполнитель И вы читаете эти стихи или поэти песни и отсылаете на этот конкурс Значит, вот до 1 мая конкурс Объявлен прием, а где-то в конце мая уже будет Всем, абсолютно всем участникам они разошли дипломы участников Ну, а победить там какие-то еще другие дипломы Ну вот, и вот на этот конкурс я послал песню, которую я написал к столетию Николая Ивановича Два года назад ему 100 лет исполнилось И песню, которую он написал, Русь называется Вообще, сам поэт чем интересен? Когда, вот, я нашел у него одно стихотворение, которое он посвятил Владимиру Ивановичу Далю Который был собирателем русского фольклора, послой из поговорок Изумительный получает И вот он этому Владимиру Ивановичу написал такие стихи Где-то там, в полуночном свечении Над землей промерцавшей на миг Подумаются древним видением Необъятный, как небо, старик И над грохотом рек многоводных Исполинская держит рука Хатулище понятий народных И державный кошель языка Вот эти стихи я бы посвятил Сказал бы это стихе о самом Николаевиче Тряткине А вот как иллюстрацию, вот, я спою песню на его стихе Называется Русь Эпиграф С одной думой непостижной Смотрю на твой спокойный лик Александр Блок Сколько прожитых сумов Сколько звездного шума Сколько весен и зим на плечах А со мною все таж Непостижная дума И все те же видения в ночах И все так же свеча Над бессонной страницей Догорает в моей камуре И цветешь ты во мне Луговою зарницей И цветком, что весной на дворе И опять ухожу я К ракитам далеким И к далеким мостам полевым Чтобы вновь прокричать Журавлям одиноким Над великим простором твоим Как урлычу и вновь Не услышу ответа И поникну печальным крылом Только снова под пологом Лунного света Простучишь ты в лесу На порог Узнаю тебя, Русь И не буду в обиде И свой подвиг свершу Как смогу И пускай той ракитой В осенней хламиде Загрущу я в пустынном лугу И склонюсь под железом Высокой ложею И сорокой скакну Ручья Ты единый мой свет На моем раздорожье Ты единая Пристань моя И вернусь я к своей Одиновной светлице Никому неизвестной Зарапой И летит моя дума Полночная птица И роняет перо над тобой И летит моя дума Полночная птица И роняет перо над тобой Браво! Есть себе Потрясающий поэт Евгений Семичев У него такие чудесные стихи Вот одно у меня Как я только прочитал эти стихи У меня сразу получилась песня Вот бывает такое же наслаждение Прямо даже Стихи называются Бог и Россия Сизый месяц Замличенную точку нырнул И туман над рекою аллеет Это Бог наш членскую стужу вдохнул И Россию на выдохе греет Это Бог наш членскую стужу вдохнул И Россию на выдохе греет Полыхает костром Заревым небосход Над уныл ландерским бездорожьем И не сгинет Россия Покуда живет На спасительном выдохе божьем И не сгинет Россия Покуда живет На спасительном выдохе божьем Зря лекуша Истошно хоронит ее Даровать на косяк не придется По напрасну клубиться на дне бровье И затмичь ему русское солнце По напрасну клубиться на дне бровье И затмичь ему русское солнце И прибудет Россия на все времена Потому что на вечное лето Свет от Божьем вселенским А мы тарана И дыханием Господним согрета Свет от Божьем вселенским А мы тарана И дыханием Господним согрета Я больше Больше третий века проработал В Курчатском институте И вместе со мной Рядом тоже был Двой друг, поэт Оказывается, Владимир Ветров И вот мы с ним вместе Он был главным инженером По одному направлению Я был главным инженером По другому направлению Мы работали в одном из Институтов В одном из институтов Курчатского научного центра В общем, поди все это расскажи Так вот Владимир Ветров написал Прекрасные стихи Нельзя было не откликаться на эти Наказ солдата называется Я хочу говорить Я прошу тишины Я один из солдат В той великой войны Чьими жертвами три Поколения страны Не узнали всех ужасов Новой военной Я из тех, кто на родину Кровь проливал По приказу вперед Из окопов вставал Кто бросался по танке А связка и гранат Кто в Москву отстоял И не сдал Сталинград Кто страну защищая Себя не жалел Кто в подорванных танках Под Курском горел Кто в горящей машине Как в флаге он живой Направлял самолет На фашистский конвой Кто в торпедных атаках Фашистов топил Кто в тылу у врага Эшелоны крушил Кто себя не щадил От победы на шаг Кто поднял на грехстагу Прострелянный флаг Я пришел передать Мой последний привет Вам из всех обожженных Пожарами лет Вам, которым придется Сегодня опять Нашу землю от тех же врагов Защищать я хочу От вас ставить Последний наказ От бойцов, что погибли Сражаясь за вас Если снова, друзья Попадете в беду То держитесь, как мы В сорок первом году Если снова, друзья Попадете в беду То держитесь, как мы В сорок первом году Вот, хочу вернуться К Николаю Ивановичу Тряпкину Одна из самых моих Тоже любимых песен На его стихи Которые я ему Еще успел спеть Называется Скрип мои колыбели Скрип мои колыбели Смутная греза жизни Зимний покой в избе Слышу тебя издалека Скрип мои колыбели Помню тебя из глубока Песню пою Песню пою Тебе Слышу тебя издалека Скрип мои колыбели Помню тебя из глубока Песню пою Тебе То ли гудок Пастуши То ли поход вчерашний, то ли моих кормилиц Голос в ушах стоит, скрип моей колыбели Вымах отцовской шашки, скрип моей колыбели Звон боевых копыт. Сколько снегов промчалось, сколько дождей пролилось Сколько опять в горении, сколько опять верно Розы прошли над миром, древо отцов свалилось И на словне плечи прямо упало гонок И пусть на тех обростах грустно поют свирели Пусть говорят нас в трудах ветры со всех сторон Уже послышится в песне, скрип моей колыбели Жизнь моей человечей, благословенный сон Жизнь моей человечей, благословенный сон Скрип моей колыбели, скрип моей колыбели Древняя сказка, прялки, зимний покой в избе Слышу тебя издалека, скрип моей колыбели Помню тебя из глубока, песню пою тебе Слышу тебя издалека, песню пою тебе Вот не только такие эпические полотна создавал Николай Иванович Стрябкин Он жил в деревне и хорошо знал деревенский фольклор Сам писал частушки чудесные, веселые Стихи такие озорные И вот одно такое озорное стихотворение Называется «Комарики мухи» Комарики мухи комары убегали ест из-за дворы А эта ночь, хотим ведь благодать, что у них там было не видно Что у них там было не видно А парнишки тоже хворы, комарики мухи комары За кусты девчонкам, ой-та-та, только нам не видно ни черта Только всю крыла темнота А хромушки старые у вас лет, да ведь ночь такая спасла нет Комарики мухи, мухи, лепка шли, только зря в крапиве пережгали ест Только зря в крапиве пережгали ест А хромушки, да, а комарики мухи комары По лыжку мухи ли все дворы Только видел, кто путь свина Да и тот не понял ни хрена Да и тот не понял ни хрена Прошу прощения Голос его, спасибо Ладно, так Так, вытянули я эту песню Надо же, у меня такие высокие песни Так, ладно, сейчас я к ней подойду Прежде чем подойти к морским песням Я вот хотел еще одну песню спеть на стихе Иосифа Рубиновича Но чтобы к ней подойти, я спою сначала другие Вот на стихе Виктора Михайловича Гончарова Он на море не служил, но всю жизнь мечтал как-то бывать на море Мало того, во время войны его назначили командиром штрафбата Где были матросы одни И вот он так заботился о своих подопечных И они его так любили, что когда его смертельно ранили Он был, не знаю, столько ранений Каждый из них привело к смерти Но его матросы вытащили с линии огня Он оказался в госпитале в Ленинграде Ирак Леандроников узнал, что там лежит матрос Который читает стихи Он прибежал к нему, сел к нему на койку смотрит Лежит на койке замотанные Только глаза одни Весь замотанными винтами Он ему говорит, читай И тот Тот ему прочитал Мне ворон черной смерти не пророчил Но ночь была, и я упал в бою С винцовых пуль трассирующий розчерк Окончил биографию мою Сквозь грудь прошли расплавленные пули Последний стон, зажав тисками скул Я чувствовал, как веки затянули Открытую солдатскую тоску И как закат, отброшенный за хаты Швырнул в глаза кровавые круги И как с меня Угрюмые солдаты неосторожно сняли сапоги Но я друзей не оскорбил упреком Мне все равно Мне не топтать дорог А им вперед А им в бою жестоком Не обойтись Без кирзовых сапог А вот песня его Здравствуй, море Лов в любых складках Вечно беспокойная вода Морю тоже иногда не сладко Морю топит рудно иногда Иногда медузы, рыбы, крабы В глубь плыть и стараются скорее ВИД-НЕЦЕРА Мой вес до слабым Ночь легко отрывается якорей Видно, нет, на мой место слабым Чтоб легко скрывались якорей Будешь жить, коль к ветру повернулся Влажный плащ не сбрасывая с плеч Коль не хрипкий, коль не сбился с кучом Коль самую задыхаешь течь Робки хрунь моря разбивает в щепки Ночь преобладают сквозняки Выйдет к цели только самый крепкий Кто схватил драчками маяки Выйдет к цели только самый крепкий Кто сцепился взглядом в маяки Здравствуй, море, ловую мы в складах Вечно беспокойная вода Морю тоже иногда не сладко Морю тоже трудно иногда Морю тоже иногда не сладко Морю тоже трудно иногда Ну вот, попробую сейчас песню спеть. Николай Рубцов, понимаете, тоже он был матросом, рыбачил. На Северном флоте. И много сих пор написал про свою рыбачскую матросскую жизнь там. И вот, когда я чувствовал, что когда он писал эти стихи, у него, конечно, звучали в голове, известны самые хорошие русские песни, советские песни, морские. И вот я как-то вот из-под воль, чувствуя это, решил эту песню на его стихи аранжировать известными мелодиями наших советских песен. Мне кажется, любопытно так получается. Забрызгала крупно и рубка, и рында, но рум в отправление там. Подумаешь, рыба, подумаешь, рубка, как всякий заправский матрос. Я хребла, ругался и хлюбал, как шлюпка, сердитый простуженный нос. Я хребла, ругался и хлюбал, как шлюпка, сердитый простуженный нос. От имени Треста трескебелью с головой язвил я, что он сдохл уже. На встречные злые суда без улова кричал я, эй, вы на барже. На встречные злые суда без улова кричал я, эй, вы на барже. А волны, как мозгулы, взмыли на пьяно богами в боговых тонах. Ходили по нервной груди океана, и нервы ныряли в волнах. Ходили по нервной груди океана, и нервы ныряли в волнах. И долго, и хично, стремясь поживиться, встречащей голодной тоской, Летели большие клювастые птицы за судном пропавшим треской. Летели большие клювастые птицы за судном пропавшим треской. Забрызгана крупно и рубка, и рында, но румб отправление дан. И тральщик троллфлота с треста сил рыба пошел промышлять в океан. И тральщик троллфлота с треста сил рыба пошел промышлять в океан. Та-та-рай-та-на-э-ра-рай-ра-ра-та-на-э-ра-ра-та-ра-ра-та-на-э-ра-ра-на-э-ра-та. Звездад над причалами. Вот Сити Иосифа Рабиновича. мне очень нравится эта песня вот у меня такое ощущение что вот в этой песне причем вот моя морская душа заложена я же сам он рыбачивал на севере а я рыбачивал на Дальнем Востоке, на Камчатке два сезона, это было такое сказочное время вся Камчатка по всему побережью усыпана ставными неводами рыба идет на нерест вдоль берега, и она заходит в эти неводы она там накапливается, а мы ее уже вылавливаем либо на БМРД сдаем, либо на рыбзавод где ее там ровнососами выкачивают и там уже персонал шкерит ее и вот я два сезона порубачивал на этом неводе ой, какая же эта шампажка была чудесная, лучше не придумаешь вот, звезда над причалами сейчас там, где край земли ходят корабли между льдами большими и малыми и далек от он и подруга в нем и звезда моя над причалами третий день шторма волны, как дома ветер бьет паруса, как кинжалами но идем туда где горит звезда где звезда моя над причалами ржавеют цепи на якорях почти полгода как мы в морях вдали от глазки любимых рук под штевнем режем полярный круг от морских дорог я насквозь продрог руки, ног, крови собраны фалами но дойду найду я свою звезду я свою звезду над причалами где огонь в печи где меня в ночи что-то шепчут губами усталой воротись живой воротись домой где звезда твоя над причалами ржавеют цепи на якорях почти полгода как мы в морях вдали от глазки любимых рук форш певнем режем полярный круг и хотя устал но держу штурвал первым упором самой ду между скалами ты дождись моя ненаглядная ты звезда моя над причалами третий день шторма вон как дома ветер бьет паруса как кинжалами но вернусь туда где горит звезда где звезда моя над причалами но вернусь туда где горит звезда где звезда над причалами вон как а а а а а а а а назывался грузь не полезай в кузов так ну и вот завершение первого отделения спою тоже морскую веселую песню какую-то детей песня против Тот завел себе собаку, Тот завел себе кота, Тот завел себе корову, А я завел себе кита. Кит попался мне хороший, Очень добрый и большой, Я назвал его Тимоши, И вязался сей душой. В синем море, океане, Мой Тимошин слушает мне. Можно жить, как на поляне, У Тимоши на спине. Побежу, позапораю, На гитаре поиграю, Стану и купонамлю, Это длинные львы. Здесь порой бывает жарко, Но в другой океан. И воды идут, и жалко, И глажает под фонтан. Под фонтаном освежусь, Нам стихами подружусь, Или книжку почитаю, Или посту спать ложусь. Мчится кит, меня катая, От зелона до китая. Солнце блещет, воды блещут, Под ударами хвоста. Не раскаюсь никогда я, Что завел я попугая, И корову никогда. От зелона до китая. От зелона до китая. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И пара от явлений.